Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я Александр Печуев. Перед просмотром поставьте лайк, комментарий, сейчас тему больше снимать для вас видео. Продолжаю тему славянских ритуалов, так как в интернете полная бредятина, какие-то одни заговоры, одни какие-то восхваления. Ой-ой, и на этом хватит, называется, да? Толком не разбираются в славянских, как говорится, культах, что они молились, кому обращались и так далее. Приходится мне поднимать эту тему. Снова мой авторский ритуал, чистка от порчи, снять порчу, славянский ритуал, через бога Перуна. Делать лучше, конечно же, во вторник или тоже в день солнца-воскресенья данный ритуал. А тут луна не имеет значения, вот, как бы планетаркой слишком с ума не сходили славяне, поэтому ритуал, как говорится, оставленный мной. Он показал себя очень хорошо. Эта магия, как говорится, более деревенская, простая, и у вас тоже он подействует, поверьте мне, потому что графическая магия этой области очень, надеюсь, символ Перуна виден, да, скаловрадом. А что нам понадобится для ритуала? У всех женщин есть крупа или фасоль, или бобы, или горох. Из этих крупы, бобов и фасоли, и гороха, да, горох любой, можно зеленый, хоть сухой, или фасоль любого цвета, ну, я белую, чтобы на красном фоне вы видели, то есть красный фон нужно. Можно на природе делать, вот, или дома, да. Вспоминаем, кого мы хотим очистить, какого-то человека, вот, сюда можно привязочки потом положить, или, как говорится, фотографию что-то, то, что чистим. Раскладываем по часовой стрелке, не против часовой стрелки, а по часовой стрелке. Начинаем с круга, создаем, складывать легко вообще, несложно, пальчиком можно это сделать, да. Вот, вот, колесо в центре, а потом уже кручение энергии, вот, очищение. Сразу скажу, человеку будет хреново после этого, потому что его буквально будет что-то сжечь, вот, что-то сжечь, потому что бог Перун, бог войны, все-таки, и так далее, да. Не будем слишком вдаваться в это все, все такие знатоки славянской магии. Вот, мы раскладываем данную крупу, можно, можно фасоль одну, а можно и горох, то есть смешивайте это все, не бойтесь, и бобы, любого цвета бобы, вот, фасоль тоже любого цвета, тут не столько, там, белый и так далее. Мы раскладываем это все по часовой стрелочке, да, все, что вы видите тут в данный момент формулу. После этого нам понадобится лучше, возьмите восковые, 8 свечей, 8 желтых или красных восковых свечей, можно белых, да, можно попробовать и с обычными свечами, тоже, кстати, я пробовал, подействует. Мы ставим их на, как говорится, концы, вот эти, на вот эти символы. Лучше в посвечниках расставить, если вы делаете на улице, земля, допустим, да, расклали так, можно втыкнуть в землю, вот так, на окончании, да, каждого, как говорится, энергии посыла. Вот, втыкнули, а, как говорится, все это зажигаем по часовой стрелке, не против часовой стрелки. Почему? Потому что с Перуном это не прокатит, он не бог Нави, не бог, как сказать, земли совсем прям, да, он более агрессивное божество, поэтому нам нужно по часовой стрелке. Здесь не работает эта энергия, поэтому я не буду дебилов учить, которые там в интернете орут, какие они знатоки, и только задницу идолом каким-то нацеловывают, вот. Вот, зажгли свечи по часовой стрелке, в центре у нас привязочки или что-то лежит человека, вы своими словами просто просите, конечно же, восхваляете бога Перуна, предлагаете ему, как говорится, или пиво, пиво лучше светлое, не темное, тут горшочек у меня стоит, то есть можно с пива, в чирке определенное, да, горшочки ставим или пиво, предлагаем ему, естественно, красное яблоко, ложим яблочное что-нибудь, допустим, там варенье, повидло яблочное, не надо в банке это все кидать или грязь оставлять, вот, предлагаете ему, можно, естественно, также вот эти крупы в дар тоже пойдут, вы это все предлагаете ему, также, естественно, мед предлагаете, вот, это можно, конечно же, сжечь, но в лесу не будете сжечь, вот, кодильницы, это будет все трещать, зачем вам это надо, вот. Вот, каши тоже сюда приветствуются, тоже можно каши, там овсяная и так далее, ладно, вот, вы потом это после ритуала отнесете под дерево, вот, или на возвышенность, где есть какой-нибудь булыжник, камень у вас лежит, или, допустим, даже разваленная техника, какая-то машина старая, ржавая, вот туда отнесете, очень хорошо, нормально он примет через это все, просто некоторые не понимают, где эти боги вообще обитают. Вот, бог металла все-таки он, вспоминаем, да, так, вы это все сделали, зажгли свечу, привязки лежат, предложили спиртное пиво, допустим, или, как говорится, медовуху, вы это попрызгали, все это горит, визуализируем, представляем, кручение данного колеса. Слишком, если у вас начнет уши гореть во время ритуала, если себя очистить или кого-то, вот, уши могут гореть, могут, голова кружится. У меня было первый раз, когда я делал, создавал этот ритуал, экспериментировал, я на себе сначала проверяю, на клиентах, человек говорил, что у него шум в ушах, то есть, это значит, кровь побежала, а он как раз воздействует на кровь, то есть, чистка крови, самотон. Вот, ну, смотрите, если у вас не чувствуете, то не делайте, потому что мы не хотим же, что у вас потом с давлением легли, называется, отдыхать, чистить, вот, чиститься. Также, естественно, ритуал мужскую силу поднимает, восстанавливает активность мужскую, такую воительственность, если у вас там все плохо в постели с женщиной. Вот, то есть, вы сделали, свечи догорели, огарки, свечи берем, оставляем под дерево, относим, крупу собираем тоже, и бобы, и фасоль, горох, относим под дерево. Из горшочка тоже выливаем спиртное под дерево или банка пива, если у вас нету пива, банки там, вот, эту хрень не оставляем никакие, подсвечники тоже не оставляем. Вот, это все оставляем там, яблоки, то, что вы поднесли ему, кашу медовое что-то, все это оставляем, ни в каких чашках там не оставляем, все это, не надо свинарник разводить, горе-колдуны называется, и магии, жрецы какие-то там. Все это оставили, поблагодарили и ушли. У вас где-то, человеку можете позвонить сразу во время ритуала, у него будет жар, ему будет тепло, ноги гореть. Обычно у славянских ритуалов всегда так происходит, вот. Ну что ж, делайте, пробуйте, как говорится, каждому свое. Всем удачи, успехов, с вами был Александр Пичуев, ставьте лайк, комментируйте пости. У-да-чи! Субтитры сделал DimaTorzok